Флэш! Верну... Чего, блин? Хорош! Кубан! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть «Скибеди туалеты» и вышла только-только вот 54-я серия. Всем и желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик. а также залетай в телеграм. Ну что же, вот такая вот картина нас встречает. Погнали. Так, в туалеты убегают. В общем, как ты понимаешь, все хорошо у камерамена. Вообще все хорошо. У них появились оружие. Я, родной, застыл. Вот это он смачно пощечину дал. Боже, как они доминируют, ребята. Камерамены просто капец доминируют. Я не знаю. Тут срочно ученому что-то... Надо изобретать, и похоже. Флэш! Верну... Чего, блин? Хорош! Офигеть! Новые технологии просто... имбовые, ребята! Слушай! Блин! Бедолага! Просто бедолага, ребята! В общем, давайте смотреть, анализировать все. В общем, у них появились пушки, и это очень круто. Это прям реально круто. Камерамены... Что-то он там смотрел. Что он там, я не знаю. Он, получается, на вот эту TV-вумен любуется, прикинь? Это смартфон или что? Или что, рамочка там? Любуется он на ее портрет. Смотри! Да блин! Тут прям, ребят, любовь даже начинается. Прикинь! Вот казалось бы, ски в виде туалеты, так тут еще и романтика. Завезли, значит. Романтика. Офигеть! Ну, слушай, это просто... В общем, спокойненько с помощью пушки вот так вот... Блин, как он смачно мне аж... Не знаю, я аж почувствовал. Какого-то мне пощетину дали охренеть. Ну, это уже старые технологии. Пауки уже все. Видишь, они вообще ни на что негодные. Ну, вот это жесть просто, конечно. Флэш-туалет. Ребят, то есть, видите, он вернулся. Я думал, все, где он? Где он? Он, кстати, голову ей, получается, снес. Да. Ты помнишь эту серию? Это очень старая серия. И там впервые, кстати, камера вуман была. Да. Тут же... Тиви вуман. Оп. Раз. Вообще шикарно! Отличная работа. Молодцы. Красавчики просто лучшие. Ну, блин, ну вот это, я не знаю, мне прям аж плохо. Смотри, он хочет ее обнять, а она... Да блин! Такая вот безответная любовь. Смотри. Блин, нас жалко его стало, а? Согласись? Слушай, ну, серия прям офигеть имбовая. Так, ну что же, переходим к Фордову. Ребят, ссылочки на оригинал будут все в описании. Ну что же, друзья, а это Фордов. Ссылка на оригинал будет в описании. Почти победа! Ребят, так же лайкосики обязательно ставьте. Ну что же, приступая к созданию следующего ролика. Недавно я нашел очень увлекательный... Начинается эпизод с того, как скипятисты отступают, а камерамены наоборот наступают по всем улицам. И их стало очень много. Они даже, они даже все, они уже не боятся, ребята. Видите? Блин, и знаешь, вот 54-я серия-то вышла, казалось бы, ну вот, ну вот, Флэш вернулся. Почему-то его вообще долго не было, не знаю почему. Он вернулся, должен был раскидать, а в итоге опять же его оп! И зафигачили. Ну, е-мое. Кстати, тут можно заметить камера в уме. В руках камерамена, причем у всех, есть новое оружие. Дубиночки такие. Ну, это из Хайфу-Лайфа. Очень похоже на дубинку галошников из Хайл-Лайфа. Но, как по мне, это не просто дубинка, а новая разработка ученых. Видимо, она очень эффективна против скипятистов, раз все с ней ходят. Тут мы видим причину того, что скипятисты отступают, а именно, Титан Камерамен. Он уничтожает всех скипятистов, которых видит. Тут заметна его большая разница с Тивименом Титаном. Нам уже несколько эпизодов подряд показывают, что Титан Камерамен очень беспокоится за безопасность своих агентов и всячески их прикрывает на всех миссиях. В то время как Тивимен любится. Но они прям наращивают самые интересные бойцов. И ты заметил, и прям техники всякой много различной. Я не знаю, что нужно скипятистам. Вот реально, они уже все, каждого сливают скипятиста. Ученому надо потрудиться обязательно. Потому что, ну, если сейчас все будет вот так вот продолжаться, тут Джимен... Ну, может, Джимен-то может как-то им сопротивляться, да? Вообще, по факту, в этой серии, вот сейчас вы увидите, там же, по идее, спикермена Титана должны вроде как излечить. Так что, ну, слушай, давай смотреть, смотреть, бро. Далее, мы видим нашего старого знакомого, Вантуза. Он до сих пор сражается бок о бок с Титаном. Он смыл скипятиста с джетпаком. Он до этого уничтожал летающих скипятистов. Как по мне, это его основная специализация. Видимо, ему приказали уничтожать именно обычных летающих скипятистов. И дали ему улучшения для полета для этого. Тут произошла забавная ситуация. Большой радиомен и Вантуз обратили внимание на одного камерамена, который взял в руки сразу две дубинки. И странно, идет вперед. Дело в том, что этот камерамен пародировал Вантуза во время атаки их базы. Наверное, он является очень большим канатом Вантуза. И сам Вантуз это заметил. Но тут из ниоткуда, причем буквально из ниоткуда, появляется новый скипятист с катушкой, которая позволяет ему быстро перемещаться. И новой пушкой, которая не была показана до этого. Эта пушка настолько мощная, что буквально испарила с лица земли радиомена. Вантуз уже собирался его останавливать. Но тут влетает камерамен Титан. Он ударяет по скипятисту молотом, но тот уворачивается. И уклоняется от всех его залпов. А после улетает и телепортируется. Камерамен Титан жестом показывает. Притащить что-то сюда. И мы видим, как толпа камерамена с их пушками на колесах движется в его сторону. У всех камерамена в руках некое оружие. Скорее всего, это новая разработка агентов-ученых. Но самое интересное оказалось в машине, которая следует за этой толпой. Да, да, да. Это большая антипаразитическая пушка с броней. Да, вы уже поняли, вы уже поняли, блин. Антипаразитическая, все просто. У нее такие же синие элементы, какие были у пушки обычного размера. Также внутри сидят два ученых. А как мы помним, антипаразитические пушки это их конек. У меня есть теория, что камерамены всерьез взялись за радиомена Титана. И хотят окончательно его спасти от паразита. В конце камерамен показывает нам палец вверх. И на этом серия заканчивается. Эпизод получился крайне удачным. Нам показали сразу два новых изобретения. А на этом все. Поставь лайк и напиши комментарий, если понравилось. Также у меня есть телеграм-канал. Там выходят новости по видосам. Можешь тоже подписаться. Ссылка в описании. Всем пока. Ну что же, друзья, на этом все. Обязательно ставь лайкосик. Ну, в общем, да, тут все понятно. Но, блин, это круто. Скоро должна быть. Ну, блин, 54 серия это вообще имба. Это вообще имба, ребята. Флэш вернулся. Плюс еще, блин. Ой, блин, про эту неразделенную любовь. Ну, не знаю, как все там сложится. Это интересно, что все-таки. Дафак, ну, как бы сделал это. Блин, он просто гений. Будем, в общем, ждать следующую серию. Обязательно лайк. Взлетай в телеграм. Бай-бай, дорогой братик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok